Всем привет! У нас сегодня в гостях игрок на ДВ-шке. Это сигнатурный герой. Мы сейчас будем обозревать кучу всяких фишечек и смотреть за интересной игрой. Всем приятного просмотра! Привет, ребят! Привет, Артём! Спасибо, что пришёл выпуск. Расскажешь сейчас нам за ДВ-шку. У тебя около полутора тысячи матчей, тебе 18 лет и у тебя сотый ранг. Всё правильно? Да, всё верно. Вот. Патч вышел, героя очень сильно апнули. Очень приятный герой. И ты сейчас на нём чаще стал играть, да, чем раньше? Или, ну, плюс-минус, то же самое на ДВ-шке происходит? Ну, сейчас несколько героев, да, у меня в пуле в этом патче. И стабильно играю каждую пару игр пикаю. На самом деле, очень классно ты вовремя подсуетился, потому что у нас на канале были разговоры о том, что на саппи апнется невозможно. Ну, типично эта история про систему 50%. Людей она очень сильно волнует. Сейчас расскажешь, как ты на саппорте апнется. Кстати говоря, вот мы и первую фишечку сразу же на ДВ посмотрели. То, что... Ну, чего можно толкать на руты, да, он наступил на одни, наступает на вторые параллельно, и он двое рутов впитывает. Вот. Вот. Паша Бары. Давай, наверное, расскажешь о том, как ты вообще... Ты вообще стример на Твиче, да? С недавнего пора, наверное. Нет, как раз таки недавно начал стримить активно. Вот. Просили меня ребята многие. И начал стримить активно. АПМ рейтинг. В топ-100 залетели. Планирую в топ-50 залететь за неделю пару. Оу. Ну, оставим ссылочку на Твиче обязательно. Потому что саппорт игроков в целом не так много. Особенно молодых, общительных. Поэтому, ребят, заходите на Твиче. Оставим ссылку в описании и в комментах. В общем-то, расскажи немножко о ощущениях от патча и о Дарквиллу в целом. Что ей поменяли? Потому что мы к этому герою не прикасаемся вообще. А ты расскажешь, как было и как стало. Вот. Раньше ДВ-шка была обычным саппортом. У нее даже не был высокий вендрейт. Играбельная. Но после патча 7.36, во-первых, мета поменялась. Более в сторону Дарквиллу. Активные герои. Очень сильно в мете. Плюс ей сделали много приятных изменений. Кусты сильно апнули. Вот. Вот этот аспект ее правый. Очень сильный. А кусты как апнули, это собственные кусты и есть, да? О, тут, кстати, талантно кусты, да. А почему не второй аспект берешь? Ну, потому что, во-первых, шард очень сильный у нее. И когда у тебя есть шард, этот аспект в тимфайтах у тебя 20 кустов. Ты очень много контроля даешь. Противникам очень неприятно играть. И вот так вот. Ну и легче нам надо им пометать. Слушай, ну, наверное, зрителям-то раз ты скажешь, что два аспекта, как и практически у всех персонажей. Один аспект на доп. урон, когда вы жмете реал, по-моему, да? Что-то там типа этого. Да, там в радиусе получается 600 ты... Поддерквил. Да-да-да. Увеличивается вот урон магический. Второй аспект. Создает дополнительные кусты, которые 7,5 секунд летят вокруг. То есть 4 дополнительных куста. А что за кусты? Это вот именно от первого скилла кусты идут, да? Да-да-да. У тебя получается их на 4 больше вокруг. Ну, это ощущается, да, в катаке? Да, ощущается. Намного легче им попадать. В файтах особенно. Там ребята просто сами по себе заходят в кусты. Их очень много. Ну, классно. Особенно учитывая, что сейчас активная дота в целом идет, да? Заметил, я думаю, тоже. По 20 киллов стабильно на 10-й минуте может быть у каждой команды. Просто все дерутся за респект. Окей, по аспекту мы прошлись. По порожденной способности, что там поменяли? Прожденная способность, у нее, когда ты нажимаешь реалм, у тебя увеличивается твой хп-реген и манер-реген на 100. То есть можно очень легко противников переаклировать. У тебя, допустим, 100 хп, вы затрейдились. За тобой бегут противники, ты жмешь реалм, жмешь фласку на себя и хилишься 100 хп в секунду. И по выходу из реалма у тебя же слух хп. Вот. Вот. 100 хп в секунду, я не понял. 100 хп в секунду плюс-минус. У тебя сальва увеличит два раза, как это две сальвы на тебя двоекратные. Все, я понял. Там увеличивается на 100% получается, сальва дает тебе 30 в секунду, там 60, плюс твой базовый реген, там условные тангусы. А стик нажимаешь, когда тоже? Стик нет, стик нет, но очень жестко это работает с желькой. Нейтральная шмотка первого тира, ты ее жмешь на себя, жмешь реалм и выхиливаешь себе 300 хп. Понял. То есть именно когда это пассивное восстановление здоровья увеличивается. Хотя со стиком на бумаге должно работать тоже таким образом. Ну хорошо, поднаказали Рики, чел на Рики не успел нажать стик. Ну вообще странно, нападал, потому что у бары был феррик, лотус, стик. Но хорошо, руты, кстати, нажал. Вот как попадать рутами? У меня был такой экспириенс неприятный, когда я на Immortal Draft все знают и думают, что нет паралям, выбора героев там и так далее. И ты вынужден играть на четверке. Я попытался на Даргиллу поиграть. Ну тяжело попадать рутами, когда ты играешь первые 2-3 матча на этом персонаже. Хотя вроде как кажется все очень просто. Как вот ты к этому привык, приучился? Вот, но есть пару фишек, как всегда, почти всегда попадать кустами. Это первое, это ты из NoVision их кидаешь. Намного легче, когда противник тебя не видит. Когда противник тебя видит, он может просто остановиться, застрейфиться и, ну, кстати, легко увернуться. Вот, и стараться всегда кидать из NoVision, из NoVision подстанки дать, из NoVision, ну, из NoVision, понятно. Да, да, да. И вторая фишка, это ты кидаешь их, получается, боком, правым боком. Как получается, у тебя они идут? Правым боком это как? Это у тебя мышка справа от героя или на бродь, слева от героя? Всегда стараться попадать кустами, которые сбоку стоят. Вот, ими легче всего попасть, и получается так, что противник, куда ни застрейфится, он попадет на кусты. Слева от героя, в данном случае, да? Вот, если ты сейчас, ну, ты куршор на реки наводишь, ты слева наводишь, и у тебя кусты справа, и у тебя кусты, которые справа, они на реки попадают. Да, и также фишка еще, ты их кидаешь всегда так, потому что, когда у тебя шестой уровень, ты вот попадаешь вот этим кустиком, который справа, и жмешь ульт, и он сразу бежит уже на второй кустик после этого. И получается так, за проказ ты, у тебя в двух кустах человек стоит, ты жмешь ему бедлам, он все время в контроле, очень много дэмэджа, немножко не получилось попасть. Но вот из-за того, что дополнительный аспект, вот они просто в кусты заходят, их очень много. Тяжело, тяжело, даже на линии, да, в этом, ты вроде подвыше, особенно, когда тавр стоит, катапульта какая-то, да, то есть, есть еще какие-то преграды, и челом невероятно сложно выйти. На кругу деревьев тоже очень легко. Наказали тут, конечно, кстати, виверной реки, они еще и в пати играют, и причем, ну, довольно-таки такой брокингерой виверной сейчас. Интересная фишечка по поводу того, что кустики должны быть справа. Ну, так как, это сложно для понимания, наверное, многих, но в целом, я думаю, с опытом вы поймете, как это работает, кусты Максиса, да? В принципе, и до этого, наверное, Максис или Реалом тоже качался. А по-разному люди играли, да? Почему по-разному играют? Но мне очень нравится играть через кусты. Почему? Ты покупаешь ранний шарп, я стараюсь я ранний шарп покупать, если не нужно, там, фастовый юл какой-то, вот. Их прямо очень много, они очень много контроля выдают. Жор, ты, если вспомнишь, мы когда Дарквилл его записывали, а Джейчилл, у него 30-й тир тоже, Дарквилл, он же тоже всегда в кустике Максилл. Да и Крит Максилл, партия на кустике. Ну, потные челы на высоком рейтинге, они не финтят особо со вторым, ну, как мне показалось-то. Они в основном первые качают, просто для каких-то драк начальных. Я в единицу поставляю второй до 15-го вроде бы вообще не качают, то есть я макшу первый, в единицу второй и потом полностью третий. Ну, это логично звучит. По поводу первого скилла, в начале видоса мы затронули, сейчас тут опять файт, бару пытаются. Хлопнут, но толстоват, нормально. Еще на дни руты, такому бы такое неприятное, гранатку, но нет. Как тебе Феникс, кстати, вот этот выжигающий, с которым трагица невероятно сложно. Феникс тоже очень сильный герой патчи, сыграл вчера первый раз, сыграл 6 игр, все 6 выиграл, очень сильный герой, этот аспект. Нереально много урона на лайне. Супер приятный фарм. 6% от потери на ЛХП, который, да, выжигает как Радзиком. Все себя на первом уровне, у тебя 100 ЛХП осталось, и ты по 30 дэмэджи выжигаешь в секунду. Ну, то сильно, это сильно, особенно вот, ну, профит на почте какие-то там стики себе брать, фейрики, да, чтобы просто на ЛХП выигрывать время. Жесткий какой-то флекс у вас под мидом, но тут, тут дум почему-то вообще находится, почему-то у вас вышки в топе нет, что... За разницу такая произошла. То есть, при том, что ты уничтожил свою линию, у тебя в топе проблемы, у тебя в миде проблемы, у вас два тавора упало за 8 минут. Ну, очень большой дум, 5000 на 8, тяжелая игра, немножко. Слушай, мне всегда было интересно, вот, ну, как люди на хайрите, будучи там сотым рангом, продолжают апаться, ведь разница ведь в том, что ты сотый ранг сапик, а там сотый ранг, ну, кор какой-то, мидака, допустим, да? И ведь ему, ну, проще будет в этом плане чуть-чуть. Ну, не чуть-чуть даже. Как вот ты с этим справляешься или не чувствуется то, что разница там бывает такая? Ну, расколивать надо, постоянно колить свою команду, какие-то действия указывать им, говорить, что делать. Так как ты, у тебя больше рейтинга, ты понимаешь больше, а вражескому кору не особо хочется постоянно все говорить, и ему хочется побольше пофармить, а за это время ты можешь большую разницу создать, и за это преимущество и выиграть игру. Ну, так вот, вот так вот ПТСы и фармятся, да. Ты на сапике не просто кнопочкой свои нажимаешь, у тебя как бы боль, ты можешь на карту постоянно смотреть, да, инфу какую-то собирать тоже. Ну, вот, поэтому старайтесь тоже активничать в микрофоне, если того требует ситуация. Так, шестой у тебя левел. Дархвилла поднимали же еще в прошлом патче, да, когда давали возможность ей вешать на тиммейта Эмбидлам. Да, очень. Тоже сильно, наверное, вернула ДВ. Очень сильно это облегчило ей геймплей, то есть раньше, чтобы сделать килл, я самому приходилось подставляться, из-за этого ты много умирал, но часто подставляться. Сейчас из-за того, что у тебя Эмбидлам можно на союзника повесить. Во-первых, он вешается с очень большой рейнджи, прям очень большой, я не знаю. Если навестись, в принципе, видно, да, прям гигантский рейндж. Плюс она очень мало кдшится, стоит немного маны и вносит тысячу дэмэнджа. Поэтому любой герой просто умирает. Ну и в мету всяких там Акс, Аксов легионок, Кентавров, да, вот с Кентавром я постоянно видел ДВ. Хорошая комбинация его, где, ну, еще тот Кентавр, который рашил себе в линк. Сейчас, как-то, Блэдмейл и больше тремя, вот три бруска Блэдмейл, делать билдочок. Но в целом с ДВ часто комбинировали. Хорошо работал. Файт, опять же били Феникса. Найс. Феникса 8-4 вообще счет за 10 минут игры. Блин, саппортами сейчас вообще по кайфу играть. У тебя машина была. Очень много денег тоже можно иметь. Кайф, кайф. Слушай, по поводу первого скилла. Вот в начале игры затронули эту тему, то что на розочку можно наступить дважды, они стакаются. И это значит, что на линии, играя с Марсом, который с копьем, вы можете просто через две розочки опрокинуть. То есть Дарквилл кидает розочки, попадает. И вы на Марсе выбираете такую траекторию, чтобы прокинуть по еще одной или вообще даже двум розочкам. Особенно с новым аспектом. В Скьювер Магнуса так же работает, да? Можно провести сразу по двум, по трем и урон стакнется. И недавно я для себя такую фишечку обнаружил с Тиником, с Тосом его. То, что ты можешь Тосом кидать и в полете тоже герой собирает розочки. Если ДВ стоит по правильной траектории, то же стакается дэмэдж. С Тиником прикольно, кстати, не знал, что так работает. Ну и тут вы смаканулись. Ты колешь, да, все эти фишечки, мувы? Да, я стараюсь, когда я вижу, что я самый хайранг, и нет человека, который поведет за собой игру, расколиваю, стараюсь ребяткам говорить, что делать, колить смаки. Хорошо, залетели, дели прям с финансом, я удачный смог получился, потому что на ровном месте просто трех героев убили, челы не были готовы. Плюс, ну на ранних стадиях вообще героя сильнее, чем Вилка найти, наверное, сложно. Просто у нее, у нее, ну, сильнейшие способности на седьмом левеле, вот в моем понимании. Дэмэдж есть, тимфайт там, террорайз первый, третий скилл, который работает, под шардик, хорошо. Хорошо. Второй на эскейп, да, минимально, даже буквально очень сильный герой на седьмом левеле. Ну, у тебя пять спелов, у тебя два ультимейта, которые сами по себе, даже в отдельности, очень сильные, даже если забрать какой-то спелл у Вилки, я думаю, все равно она очень сильная, сама по себе. Вообще, меня Вилка всегда бесила, ну, и мне казалось, что этому герою не хватает чего-то после двадцать, там, пятой, тридцатой минуты, то есть она становится просто героем, который может ультануть в теории. Вот, нет такого у тебя ощущения, не складывается, что после двадцать, пятой, тридцатой она теряет свою актуальность у персонажа. Не думаю, наверное, она проседает немножко в уроне, в том плане, что она не может целый герой, наверное, заберстить, но только если сапа очень легкого, запыдавшего. Не, ну мы возьмем ее именно как саппорта, в сравнении с другими саппортами, которые там выдают точный контроль, стопроцентно, тебе на Вилке нужна, как-то, ну, должно где-то повезти, где-то ты должен сам хорошо кнопки нажать, где-то ситуация должна под себя сложиться. Ну, вот, особенность героя, она очень зависит от твоего исполнения, и это грюм. Что-то ты кавы подловили. Ну, как, как приятно, на самом деле, ульту просто вдавливать в чела, который вперед пойдет. А чел, кстати, который вперед пойдет, African Player в скобочках, sorry. Скажи, а через призву сыгранных матчей Dark Willow, он все-таки больше универсальный герой в плане выбора пика? Или все-таки есть какие-то герои, против которых ты там словно увидел и такой, ДВшка я тут точно не возьму? Ну, мне, из-за количества матчей, я могу пикать ее в любой драфт, я не думаю, что это вызовет какие-то заструднения. Неприятно, наверное, играть против очень жирных героев, против Найксона, возможно, какого-то неприятного, который доджит все твои сплы полностью. Вот. Ну да. Тут файт, заметьте позиция, да, твоя позиция, ты не стараешься, как это мы начали называть со временем, выдать импакта больше, чем от тебя требуется, ты просто стоишь, выкинул сплы, ну нет же смысла подбегать и дохнуть, да? Ты просто стоишь в стороне, ждешь, пока у тебя кнопки откатятся, и не умираешь в случае там того, что если что-то пойдет не так. Позиционочка на сапике очень важна, очень важно не фидить. Очень удобная фишка на Dark Willow то, что ты можешь, если файт идет плохо и у противников нету точно, ну нету ауе-станов, то ты можешь просто нажать реалм тп, и зачастую тебе не собьют. Вот у вражеского пика, по сути, нет ни одного стана, который может мне как бы прилететь в реалме, и я всегда могу выжить. Ну, для примера Стан Саладара, Стан Лишака, Стан Манки Кинга. Хоть и к слову о физическом уроне, он же во второй скилл не проходит. Стан Саладара тоже не дамажит, получается. Нет, он же физиоидом ажито. Это тоже удобно против некоторых персонажей. Так же можно доджить, всякие станы, типа станы венги, станы в ЭК. Раньше можно было 100% доджить, потому что у тебя не было задержки, у тебя второй реалм применялся моментально, и ты мог любой стан задоджить. Сейчас появилась небольшая задержка, но все равно, если на тебя просто на лайне станка стоит, ты можешь его очень легко задоджить. Вот. Не понял. Ну да, удобно. Ты стараешься как можно больше с командой играть, вот вы должны понимать, что вилка, она должна присослаться к тому герою, ну, проще говоря, к тому, кто инициирует, да, если так вот, условно, там, играть, если у вас там какой-то Шторм, ДК, можно с ними играть в Медовый, если у вас там Кентавр, Спирит Брейкер можно, соответственно, с Оффлейнером играть. Все зависит от того, кто более активный, наверное, с тем ты и хочешь играть, потому что у тебя сильные скиллы на этой стадии, ты должен просто за ним мув нажать и просто с ним делать, делать игру. Такая же логика, по сути, будет на ДВшке. Да, всегда еще ты должен на САПе играть от преимущества Вижена, в соревнованном Дарквиллу, если ты видишь больше, чем видит противник, ты играешь на вардах своих, тебе намного легче, во-первых, попасть в пламя, во-вторых, выжить и убить противника. Я всегда стараюсь играть под своими вардами, я расставил варды, вижу противников и всегда от этого стараюсь играть. Слушай, вот о чем ты говорил вначале, как раз таки Шардранник, который ты рейтишь, ты купил себе Водж-Стон, не стал докупать Юл. Ну, из-за того, что это очень активная игра и меня тяжело заберстить, у Рики не супер хорошая игра и я понимаю, что я смогу выжить, смогу нажать кнопки, поэтому я вкачал уже, замаксил третий, первый и решил закупить Юшард, очень сильная шмотка, всем советую. Что он дает, так, окружается четырьмя дерновыми кустами, быстрее заканчивается третий, да, то есть третий вешаешь, он очень быстро тикает, потом застанил ты его и руты появляются рядом, розочки. Вокруг четыре кустика появляются и противнику очень тяжело, там можно пройти, получается, не застанившись, но это очень тяжело. Вот. И это обычно ты китаешь подольт, и у тебя получается там 12 кустика вроде. Началом без БКБ, это на такой стадии, какой БКБ, не всегда диспеллы какие-то есть, да, то есть играть прям очень тяжело. Наверняка тебе еще не очень удобно играть против диспелов, любых, потому что и руты, и третий скидывается. Да, но там ты... В городе угромы угромы? Там ты можешь снимать сетрей, можешь сыграть через второй и больше играть тоже на тимфайты, под кого-то уже играть. Не сетапить киллы, а сыграть вторым плоном, условно. Тебя нападают в твою команду, и ты от них уже террорай скидаешь, кустики уже под это. Я понял, что ВК тут прям сбрило, но он пошел, хотел вышку добить, ай-яй-яй. Думаю, чем большой, 11 тысяч у него на 18-й. Пэшка прилетела, ну, куда гампус? Вот, очень быстро взрываются эти кустики, их много, противники застревают. Тильтишь прям нереально, что тебя просто дум лупанул, чувак, нотист, да? Вот, ему как раз-таки удобнее играть, потому что он core и ранг 50, у него там, да, 150. Как тебе медовая двэшка вообще играешь когда-нибудь, практикуешь вообще такое? Да, пику, конечно, но она как будто, если вы не доминируете, она может очень сильно выпасть. То есть это тоже очень командно зависящий герой, и если у тебя не с кем играть, то очень тяжело играть. Надо либо покупать медаз, либо очень сложно как-то придумывать, все выкручиваться. Каждая игра индивидуальная, подходить нужно, в каждой игре подход разный. То есть нельзя, двэшка не тот герой, в который каждую игру можно играть одинаково и побеждать. Побеждать, надо находить подход правильный к каждой игре. Я понял. Смотрел, как я за кем-нибудь из Darkvill, я же там один, у нас в выпуске был этот, Кокси, назовем его так. Вот, знаешь, что такое? Ну, Кохол. Да, приходилось, даже общался с ним. Хорошо играл на Darkvill. Хорошо играл на ДВшке, да. Он у нас был в выпуске, не знаю, когда он там пропал, в поле зрения не появляется, но у него там тоже очень много матчей, и он и на Медова, и на Сапики, и бустил там. Не знаю, был ли у него такой ранг, как у тебя, но он хорошо исполнял, может быть, что-то у него подметил. Ну, да, я даже помню, смотрел его реплеи, вдохновлял когда-то меня еще раньше, когда у меня было не так много рейтинга. Вот, также я смотрел много реплеев Крита, топовая ДВшка, тоже 30-й тир, его топовый герой. Тоже очень хороший игрок, хорошее исполнение. А по поводу рейтинга, ты говоришь, что у тебя там немного было, это сколько у тебя было? Как ты спрогрессировал, как быстро обновил? Ну, получается, три года назад у меня был Титан, и, наверное, тогда в это время я пересел на саппорта, до этого я был миддлайнером. И тогда заметил Кохла, посмотрел его реплеи. Мне раньше всегда Дарквиллу нравилось, она очень такой активный герой, приятный. И потом начал задротить ее, папать ПТСы. Очень хороший винрейт у меня был, в районе 63%, вот, за 500 матчей. И как-то так играл, играл. Заметил, кстати, как отношение, может, там, Серега, ты тоже заметили, как отношение поменялось к спамеру в одного героя. Но на самом деле, и даже в комьюнити, там, твичевском, старый бог, там, кто еще, Ростик, да, который играет на земельях, тингерах, виспах, какой-то появился некий респект к однополым чувакам. Ну, так, грубо, да? Раньше прям хейт был. Да, раньше же прям такие, фу, однополый, типа, худший в мире. Помню даже, когда Амар только начинал играть, там, в полупрофессионально, Мол Райан, все же даже их не любили. А потом как-то даже фальконы принесли немного своего вклада в то, что однополых стали респектовать. Ну, потому что, объективно, вот ты интересную мысль затронул, что я на Дарквиллу могу сыграть против любых героев, да? Все зависит просто от того, против кого, ну, и каким плейстайлом я буду играть. Это очень важно, потому что, объективно, реально, если ты сыграл полторы тысячи матчей на персонажа, ты можешь после любого сыграть. Мне кажется, изменения, ну, стали по-другому относиться к однопольным, потому что патчи меняются, постоянно мета меняется, и есть очень много игроков, которые апают ранг за счет меты. То есть, вышел какой-то патч, они нашли имбу и задротят ее. Потом героя пофиксили, и... Как бы они перестали играть на нем уже, потому что, ну, все, он стал слабый, и они уже будут проигрывать на нем. А герои, игроки своих героев, они все равно продолжают, они верные этому, играют на них, и все равно побеждают, показывают. Да и банально, слушай, банально, мета немножко меняется, хороший файл для вас, немножко что-то лечемся. А, там был такой момент, что я нажал у него опять же шард, и... Вот. И он не смог просто выйти, он не знал о нем, умер. Волшебник, да? Волшебник тоже ранг хороша, апнул 140 ранг у него. Он же достаточно давно. Так вот, вернемся к этим теме однополых. То, что люди, кто-то тоже затрагивал это, там, и говорил, что существует какой-то патч, да, длится он полгода-год, человек надрачивает, там, двух-трех героев. И после того, как патч меняется, через три патча, ну, мета, она циклична, да, рано или поздно этот герой снова вернется. И не в каждой в мете наяривают, там, двух-трех персонажей, и через примерно пять-шесть патчей у них есть все основные персонажи в поле для любой меты. Вот. И так, в принципе, и происходит. В каждой мете добавляешь себе по два-три героя основных своих. Потом, рано или поздно, у тебя будет много персонажей в поле. Кто еще для тебя в этом патче хороший, кроме ДВ? Феникса там какого-то. Очень сильный Зев саппорт. Но вообще на любые позиции у него аспект очень сильный. Очень много урона, очень сильный лейнер, герой. Уносит тонну импакта. Также на Виспе очень бетик. На Виспе у меня 70 играет, наверное, в этом патче. Тут 50 игр тоже очень сильный герой. В прошлом был достаточно сильный ботканец особенно. А по Зевсу ты какой аспект берешь? На ульту или на... Нет, левый, который наносит дамаг. Чем ближе ты стоишь к противнику, тем больше ты дамаг наносишь. И на лане ты можешь, по сути, 1х2 стоять и убивать всех. Очень сильный герой. Ну да, и мы еще встроили втычку словно старый шард, который просто тычкует и в процентах отрывает, у моего. Тоже неадекватно. Так, а если не Зевс, не Дарквиллоу, не Феникс, кто еще? Висп, Батрайдер, наверное, Вивер тоже очень приятный. Сейчас, я думаю, все герои, у которых встроенная способность, это спелл. Вот по типу Вивера, ЛЦ, они приходят на лайн, у них 2 с пыла на первом уровне, 3 на втором, и они из-за этого очень много могут выигрывать линии, очень легко тоже стоять. Вивер жестокий сейчас, он раньше, да, тебе нужно было на Вивере, условно, третий уровень ждать, тогда у тебя был хороший пауэрап, да, двойная тычка, жуки, шукуча. А сейчас ты можешь на втором все это же заиметь, что, конечно, тоже кринжовенько немножко. Вивер сейчас ультра сильный. Ну и, там, быстрый весел, в быстрых драках, хорошо. Кого-то я, про кого-то я еще хотел спросить. Бейн на остатках прошлой меты был крайне силен, что вот сейчас с ним? Не пробовал Бейна? Бейн, Бейн сильный, у меня, может, матчи 400, наверное, есть, но это более как бы по плейстайлу. Я очень люблю активных героев, которые именно прям файты вносят и дэмэдж, и все, и игру за собой ведут. Бейн такой немножко более, не в том, что пассивный, а более, ну, так сказать. Цвета, пить, вот это, ну, беда на нам герой без урона. Шардик сработал, двоих сразу застанил. Очень приятные таланты у Дарквилл на 10-м, 15-м уровне. Почти сильно амплевают твой третий спел. Вот и очень приятно его нажимать. Таланты какие у тебя на 10-м и на 15-м, одни и те же, да? Да, ну, левый от правой, левый на 10-м, правый на 15-м, это если ты идешь через дэмэдж. Вот. Правый на 10-м, левый на 15-м, это если ты идешь через контроль, через третий, через шард. На 20-м тоже берешь левый, минус колдан. Через дэмэдж, да что значит? На сабике ты тоже можешь идти через дэмэдж. Как выглядит билд, когда ты идешь через дэмэдж? Ну, часто ты можешь купить, если у тебя нет, например, инициатора, ты можешь купить сам блин к себе и просто прыгать в противника. То есть, жмешь кусты, ульт, прыжок, убил таргет, вышел. Вот. Можно даже так же... Я, конечно, очень редко покупаю билд через аганим, через второй спелл, но он тоже имеет место быть. Вот. Но это, наверное, больше, если ты играешь на тройке, или на медовый, Дарквиллоу. Вот. На сабике очень тяжело выформить, да, такие шмотки. Потому что ДВ-шка, у нее нету сполов на фарм. То есть, ты можешь фармить с ультой, но ты очень медленно, у тебя один кэм получается в 30 секунд. Поэтому... Ну, следующий вопрос о рейтинге. То, что чем выше рейтинг, тем меньше шансов, то, что ты к аганиму подберешься и купишь себе, там, плюс слот, да, чтобы этот аганим раскрылся. Думаю, если бы ты играл бы со своими умениями на ДВ на рейтинге 7000 на сабике, играл бы, скорее всего, аганимные ДВ. Это просто было бы больше на дворце, больше качо. Да. Безусловно. Кварды у вас всегда очень хорошие в этой игре стоят. Ну, варды это залог победы на саппорте. Если ты видишь, противники у тебя нет, то очень легко от этого играть. Ну да. Протеньки тоже Деварды. Тоже ставят. Это навык, которому нельзя научиться. Он приходит только с опытом. Вардинг? Чуть-ка, типа, где нужно ставить, где вы будете играть, где не снимут, вижу. Ну да, это, да. Твоя макро игра. Ну, главное не забывать в целом ставить варды, чтобы порой смотришь, но даже на хай-рейтинге там 2 варда. В магазине и просто 3 варда в магазине. Чего бывает, плывут. Самое главное на саппорте тоже, это позиционка очень хорошая, надо держать и не умирать в первом драках. Вот. Ну да, саппик. Номер 1 по фокусу. По нейтралочкам. Ну что так, по нейтралочкам. По нейтралочкам. Ну вот опять же, я бы зарейтил сейчас на любого героя, мне кажется, очень сильная желешка. Рояль Джейли дает 50 здоровья, 50 маны, плюс накапывает заряды. Ставит очень много тебе ресурсов, дает. Ты можешь не бегать на базу. То есть, по сути, если у тебя будет транквилла какие-то одна кларетка и желешка, ты можешь всю дружу оставшуюся не бегать на базу. Слушай, перебью тебя, хорошую фишечку ты показал, потому что во время телепорта можно применять Реалм, как с крутилкой Джаггернаута, например, да, ее тоже можно нажимать после ТП. То есть, нажали тэпку, и другие кнопки не работают, Реалм работает. Только вас не подстанет просто, потому что он не сможет выделить в Реалме таргет. Вот, раньше тоже была фишка, когда у тикера были ракетки, да. Сейчас, конечно, их забрали в этом патче, но ты, если жмешь во время Реалма, то ракетки в тебя не попадают. Если ты не жмешь, они в тебя, соответственно, попадают, и если ты нажал Реалму, и после этого он тоже выпустил ракетки, они в тебя тоже попадают. Поэтому стинг против тинкера надо было именно нажимать Реалм, когда вот в тебя ракетки пятят. Такая вот особенность механика. Всегда стараюсь... Какие сплы найти? Бедлам, сплы, даже не знаю. Бедлам всегда стараюсь тоже заранее нажимать, чтобы противник не успел ничего, и дамеджа больше влетело перед прыжком. Очень сильный спел. А Катарин, покупаешь сейчас, на Катарину все берешь? Да, думаю, каждую вторую, третью игру очень сильный спел. Тоже дает тебе, во-первых, выживаемость, очень много хп дает, очень много маны дает. Вот, и очень сильно бафает своими талантами. У тебя очень мало кдшится, все сплыли, ты очень много контроля выдаешь. Ты можешь по несколько раз кусты кинуть, шарт нажать, несколько раз Реалм. И ульта, я думаю, тоже может подержаться за время файта. Вот. Понятно. Ну, Катарин, да, особенно если он тайминговый какой-то, очень ранний, это всегда приятно. Ну, а по форсу, глимеру, по каким-то таким предметам? Некоторые, я видел, Мекку даже берут, Весел берут. Как ты к этим предметам относишься? Весел, в принципе, сильный предмет, но он тоже ситуативный. Не на каждого героя. На каждого героя можно купить, но не в каждый драфт он нужен. Поэтому, если я вижу в определенном, там, виспа, то Весел я всегда буду покупать на Драквиллу. Вот. А так, ну, Весел, хватит ли, шаг, да? Просто плотные персонажи с большим хаппоригеном. Так, а по поводу форса, глимера и подобных, Мекки? Глимер я не рейчу, вообще, как шмотку. Мне не нравится, очень редко я беру. На Драквиллу тоже редко очень. Вообще. На других, но так часто. Вот, форс, очень тоже ситуативный айтем, так как у тебя есть реал, с помощью которого ты можешь выйти, и если ты держишь позицию, тебе, я думаю, реал на будет достаточно. Вот. А зачем форсить, когда ты можешь просто ульту нажать противником? Вот. Ну, понятно, я так просто спросил, мало ли. Есть просто фанаты, там, допустим, глимера как сейв, которые берут на каждом герое себе глимер. Не важно, на ком они играют, надо в этом или на пугне. Ну, это вот очень зависит от плейстайла, игрока. Да. Хорошо, в одного кнопочки, во второго кнопочки. Тут же противникам сложно драться, потому что на Творс у вас слишком большой. В кусты все заходят, очень много пустов. Да, тяжело драться. Против визионистов приятно, неприятно, или, ну, обычные герои для тебя? Наверное, вот против ПЛА неприятно играть, думаю, из иллюзионистов. Кто еще есть такой неприятный? Против ТБ несложно играть. Нижнюю башню сил света атакуют. Ну, ТБ это не совсем такой вот явычный на ГПЛ, наверное, иллюзионисты. На ГПЛ, да, очень неприятно. В сларко тоже, возможно, неприятно играть, потому что доджет все твои сплы. Ну, и потихонечку спушивайте. Как ты с тильтом борешься? Бывает же такое, особенно в 18 лет гармончики только-только начали шалить полноценно. Как ты справляешься с тильтом, или ты не тильтованный игрок? Я не тильтую на свою команду, стараюсь никогда не тильтовать. Я могу, я как отчего фальконов фишку подметил, то, что между собой они не тильтат, но вот противников могут затильтить. Намного легче играть, когда вот противник твой в тильте, там его подтипать можно, что-то вот сделать так, чтобы ему было сложнее, фокус потерял. Сам стараюсь не тильтовать, стримить, быть позитивным, помогаю, со всеми общаюсь, добрый. Ну, заходите на Twitch, то потихонечку ломаете базу, враги уже не особо-то и настроены, как будто играть в эту игру. Хотя вот начало у вас в этой игре было, конечно, такое, но... Ой-ой-ой. Тебе за то, что ты пати-плееров не любишь. Ну, вообще, пати-плееры, кстати, но это прям... Ну, это... Я устал от этого лично, что... Слишком много их, особенно вот на таких рангах, плюс-минус тысячных. Просто в каждой игре пати-чевочки. Он... Это очень сильно баланс ломает, вот... И тяжело, когда ты драфтишь на хптс. У тебя пати-плееры, если ты их разделяешь, там один может зафидить с нулевой, пойти перелить другу. Поэтому... Как бы отношения к потеплению... Оба могут быть коры, остальные все сапы, и по итогу ты вынужден набирать совет, там, пять сапов условно. Да, а у них еще и пати, еще и каждый на своей роли. Поэтому, да, мне очень приятно. Вот. Че еще, пати, конечно, несправедливо немножко играть. А раньше же можно было галочку ставить, то, что ты, типа, играешь без них. Но потом она на Титанах перестала работать. Самое бедное это... Дордж лист убрали, очень расстроился. Вот. И приходится играть с людьми, с которыми не особо хочешь. Думал, конечно, низковарить. Это не так сильно касается. В целом, если у тебя сотый ранг, наверное, да, тебе это критично. Потому что там разброс игроков поменьше будет. Ну, просто, как... Дордж лист, он же никак не... С Immortal Draft'ом не... Не сочетается. Как ты можешь доджить чела, которого выбирают? Просто тогда... Тогда не будет Immortal Draft'а. Если по концепции, Immortal Draft нравится гораздо больше, чем... То, что было раньше, даже с Дордж листом. Потому что ты... Просто у тебя меньше... Коров в команде, условно, да? У тебя меньше чела, которые там Double Meat ходят. За керри дерутся. Раньше же... Эра была... Позади No Roll. Сценно такие никнеймы были. Это вообще... Супер удручало. Сейчас хотя бы ты можешь хоть как-то забалансить... на эту историю. Ну, может, к чему-то новому придут в Доте. Бежишь, и все еще и враги играют, не сдаются. Хоть и заметил, что камбэкать как-то стало достаточно легко. Или у тебя такого ощущения нет? Что ты вот вроде как дерешься, дерешься, там бац, ты проигрываешь игру. Ну, сейчас, если ты ведешь и умираешь, очень много дает денег за киллы. Вот. Поэтому камбэкнуть можно любую игру. И всегда надо играть до конца. Вот. Не стоит сдаваться раньше времени. Даже если там 10-20 тысяч проигрываете, я думаю. Такие игры тоже очень легко выигрываются. Потому что все ошибаются, даже лучше. И... Подловить просто надо разок. Зацепиться за момент. Слушай, а вот по поводу еще артефактов хотел спросить. Говорил там про катарин, то что в каждой второй-третьей игре. А что если не катарин? Н катарин? Ну да. Я линзу, допустим. Часто покупаю. Есть какие-то... Детальные шмотки, которые нужны там в разных игр. Это можно Lotus, Vessel, тот же вот мы обсуждали. Hex, Orchid даже. Линзу очень раньше. Но... Но ДВшку, в принципе, любую шмотку, даже барабан, барабан, делаю. То есть... Я видел, даже делают... Недорогие я их номер, да. Чем раньше ты просто дойдешь до этого, тем легче тебе будет как бы играть. Чуверем враги его до сих пор не сдаются, играют. Надеяться на какой-то хайлатип, может, от дома. Ну, какая игра, нету, так ты переговоришь. Первого, два игроков, сотни курсоров. Понятно, понятно. Гемчик прилетел. Ну, гем, кстати, тоже хорошее приобретение на сапе. Берешь просто гем. Двардишь, ну, против фрики базового, хорошо. Все, волосебник уже пишет. Но... Враги еще дефают. Врагов нереально сильный драфт, чтобы камбэкнуть. Виверна, Феникс, Дум. Легко ошибиться против них. Вы, наверное, особо так и не торопитесь. Позиций выдержит. Главное, не спешить. Не закидывать. Ты опытом научен, да? То, что можно проиграть любую игру. Даже сейчас в этой ситуации вроде... А, нет, неаккуратнейший вопросик начал писать. Ну, вот, реалм очень сильно спасает тебя от виверной той же. Удобно все закончится сейчас. Линза у тебя с нейтралки, если вот это падает, айфу айфу и зерри, ты берешь себе линзу? Все равно. Да, я беру, потому что очень сильно. Чем больше у тебя рейндж, тем намного легче. Ты же у тебя каждый спелл скелется от этого. Ну, кроме второго, наверное. Вот. И это, в принципе, забавка для победы. Ты когда на миде играл, на каких героях играл? И почему вообще решил пересесть на другую роль? Играл я, наверное, до тысячи семей. Играл я на всяких мерзких героев. Типа, там, тинкеров, бруды. Но у меня очень выгорание было. Я очень сильно горел на своих саппортах, когда видел, что они делают. И в один момент я решил, что надо брать все в свои руки. И пошел сам играть на саппорте. Это, кстати, база. Это база, когда ты знаешь, как лучше, говоришь им. Они говорят, ну попробуй. Ты пробуешь, и ты уже с позиции, как бы, двух ролей рассуждаешь. Это, да? И тебе комфортнее. Много чуваков, вовсе, с которой пересаживаются, на самом деле, на роли, в которых они якобы лучше понимают. Ну и получается. У тебя получилось. А дошел бы, как ты думаешь, на коре до сотого ранга? Не знаю, мне не хватает, наверное, вот того самого микро прям жесткого на лайнинге. Я могу просесть, возможно, где-то в миде на лайнинге. То есть у тебя бывает... Ну такая вирага, что бывает нету мидера в катке. Мне приходится идти в мид, и я могу просесть. Поэтому я играю в миде там на котлах, зевсах, которые не сильно зависят от лейнинга. Но я... Не знаю, даже со временем... Тебе оценку хотя бы, да? Ты понимаешь, что в чем-то ты можешь быть послабее. Ну и поменял роль, апнул сотый ранг. За что, конечно, респектануть можно сотый ранг на сапике. Все дела. Вот. Ну и напомню ребятам, что подписались на Twitch о Моралесе. Вот, Артем. Стриминг. Как часто стримишь? Сейчас каждый день. Вот недавно начал. Буквально там 3-4 дня назад. Все. Всех буду ждать там на Twitch. Каждый день стримлю. Где-то часов 12-13. Окей. Заходите. Заходите, ребята. Артем, спасибо за видос. Ну а мы с вами прощаемся. До следующего выпуска. Пока, ребят. Пока. Да. Всем пока. Спасибо за просмотр. Пока.